Девушки отдыхают 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 Который раньше играл с группой Black Lays и несколькими другими командами А также он активно занимался сессионной работой Басист Марк Норман Одно время он играл с гитаристом, с которым я написал песню Five Car Start Этого гитариста зовут Марк Феррари Конечно, его группа так и не прославилась Ранее Марк сотрудничал с гитаристом Панки Медоуз Который много лет тому назад играл в группе под названием Angel Они выпускали свои альбомы на том же самом лейбле, что и Kiss Я думаю, что глубоко внутри меня живет комик Я всегда вынашивал тайное желание стать стендап-комиком Не стану вам врать, потому что много лет тому назад я мог немного выпить Я пил из-за фобии и страха сцены Но, слава богу, к счастью, сегодня осталось только обычное волнение Сейчас я не чувствую потребности потреблять те или иные вещества Я просто выхожу на сцену Я знаю, что держу себя в руках Наверное, потому что я стал старше, мудрее и чувствую себя в гармонии с самим собой Я просто выхожу на сцену и играю Сейчас меня очень заводит и вызывает у меня прилив адреналина именно аудитория И исполнение старых классических песен Но и новых тоже Сейчас я кайфую от всего происходящего больше, чем когда-либо в прошлом И это так приятно Поэтому пока мне нравится играть рок-н-ролл, носиться по миру, я буду продолжать и дальше А вот когда мне все это просто разонравится, вот тогда я остановлюсь Мы также играем «Shutfall of Rock» с моего последнего диска «Trouble Walking» Это очень энергичная песня в быстром темпе Она открывает «Trouble Walking» Перед началом этой песни я всегда говорю со сцены и предупреждаю, что эта вещь не о наркотиках Потому что многие подростки думают, что эта песня о крэке Она называется «Shutfall of Rock» «Прививка роком» И они думают, что это тема о курении или инъекции крэка Но я на все 100% против наркомании в любой ее форме У меня есть 12-летняя дочь, и последнее, что бы я сделал, это написал песню о пропаганде употребления наркотиков Поэтому перед тем, как сыграть эту вещь на концерте, я говорю, что здесь речь идет о том, чтобы получить заряд рок-н-ролла И рок-н-ролл может быть выбросом адреналина, вот и все Но это все равно была бы отнюдь не лучшая песня Короче, если из вас кто-то еще не в курсе, могу сказать, что у нас новый фан-клуб У меня есть новый фан-клуб Все те, кто работает со мной, вместе со мной создали этот клуб Помогли мне создать этот новый фан-клуб, и он называется «Солдаты-рока» А это нарисованный мной рекламный флайер И вы можете получить его на моих концертах А если вы попадете в специальный список рассылки, вы будете получать этот флайер по почте Здесь вам дается определенная информация и говорится о том, что вы можете быть Либо рядовым моей фанатской армии, либо сержантом или капитаном Если вы заработаете капитанское звание, получите один из вот таких ламинированных пропусков за кулисы Который дает вам возможность встретиться со мной за кулисами после выступления На обороте имеется печать и серийный номер с датой выдачи А также некоторые правила и предписания, которые вы должны исполнять Иначе эти привилегии придется, к сожалению, у вас аннулировать А это рекламная футболка тура Just for Fun Дизайн я разработал на компьютере На этой картинке вы видите мою фирменную гитару модели Les Paul И карту To Speak А вот это даты последней части тура, которые мы только что завершили И, скорее всего, в новой серии футболок будет напечатана новая часть турне Даты концертов – мая и июня А еще, если вы вступите в мой фан-клаб, получите вот такой ламинированный жетон с серийным номером Вашим именем и званием А это значок с рисунком, который я разработал на компьютере Честно вам признаюсь, я люблю значки Данный значок мне нравится настолько, что я его сейчас надену Дайте значок крупным планом, и вы увидите, насколько он клевый Прикольно для такого старичка, как я, не правда ли? Ладно, хватит уже себя рекламировать Ну что ж, я хотел бы поблагодарить всех своих поклонников за то, что они много лет поддерживали меня в трудные времена Когда я потерял, было и позиции, а потом восстанавливался после автомобильных аварий или наркозагулов А ведь я не имел права так жестко угорать Фанаты поддерживали и верили в меня И это помогло мне обрести себя Помогло собраться и прийти к тому состоянию, в котором я нахожусь сегодня Когда я трест и гораздо более ответственен, чем раньше И я наслаждаюсь каждой минутой Большое вам спасибо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова